The Elden Ring Oh, Elden Ring Oh, Elden Ring И вверх... На локации Здесь мы могли пробежать Видеть Непися Которую мы увидим в ЗАПТ-те Сейчас герой будет выбüет дерево Как сказал мужчина было azt Лутать ништяки, которые необходимо для улучшения Нюшника Это вот летят огромные стрелы, сейчас мы увидим кто их пускает И вот это то самое древо, с которого можно залутать ништяков Сейчас еще один проджектайл прилетит, но не попадет в цель Я на скорости смотрел, все было такое динамичное А когда в оригинальной скорости, так медленно все происходит Ну так вот, как сказал разработчик, можно некоторыми разными несколькими путями попасть в одну и ту же локацию Потому что открытый мир позволяет Ну это вот такой огромный гигант Кстати, на секундочку, если вы хотите заметить Здесь есть такая штука, которую мы уже видели на закрытом бета-тесте сети Ну и с этим гигантом, с подобным мы уже видели Ему нужно бить по уязвимому гиганту, для того чтобы уронить его И нанести критический урон в максимально уязвимое место Немножко язык заблудается, простите пожалуйста После этого главный герой отправляется вовнутрь Ну и это у нас точка сохранения, к которой потом, как он сообщил, можно будет перемещаться И сейчас будет происходить исследование данной локации Что-то прям в последнее время настолько много контента по Элден Рингу И я ни в коем случае не против, я только за Ну, долгие лифты без этого у Фромов никуда, никогда По-моему, кстати, новая броня на персонажа надета Сейчас мы отправимся во внутренние врата данного замка Ну, возможно, даже крепости Можно оценить весь масштаб Жалко, не написано, на какой платформе это все записано было Здесь у нас, к сожалению, никакого HUD-интерфейса нету Поэтому мы не можем посмотреть, что берется, где берется, сколько у кого ХП Эх, нужно идти в какое-нибудь крупное здание, чтобы в клевые игры раньше всех играть И потом рассказывать, делиться опытом Здесь у нас происходит Залаз И сейчас будет противостояние рядовых противников и защитников этой крепости Можно вписываться, можно просто не вписываться и Оказать моя хата с краю, пройти мимо Возможно, кстати, в ближайшие дни еще большой геймплей будет, кто его знает Надеюсь, нам поближе сейчас этого противника покажут Как мы можем заметить, радиус выстрелов достаточно велик А урон весьма неплох Просто посмотрите, насколько стрёмный данный противник, безумие какое-то Прям максимально криповый И скоро у нас уже будет босс Босс данной локации, босс данной территории Причем забавно, можно продолжить исследовать данную территорию Но, как вы можете заметить, слева вон врата И это так здорово и круто сделано, что вокруг как бы вода А проход только через ворота То есть ты никак иначе туда не попадешь, это круто Ну здесь медузы у нас, которые были на закрытом бета-тесте сети Их мы уже видели, ничего нового они нам не расскажут и покажут Как сказал мужчина, опять же, который играл этого босса Зовут Левиная Полукровка Как-то так он его назвал Прикольный муксет у него, красивый Тот самый калубер, который после блока можно прожать Ну и вот такой методичный бой происходит Очень грустно, что он закончился Что хотелось бы отметить Клево, что у нас появляется новая информация, новый геймплей В ближайшее время буду, ну сегодня уже, наверное, ночь вряд ли Сейчас пока это отрендерится, пока зальется, пока загрузится Вот, завтра утром, скорее всего, буду переводить статью вот у Game Informer Делиться новой всей информацией, которая есть Буду очень рад почитать ваши комментарии Всех благодарю за просмотр Всем всего хорошего, счастья и здоровья Огромное спасибо спонсорам канала А также всем спасибо за просмотр И надеюсь, что видео вам понравилось Если это так, то можете поставить лайк и подписаться Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов У нас всё честно, если не понравилось, ставим дизлайк В описании всегда есть интересные ссылки Также можно посмотреть и другие мои ролики Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы всё у всех было хорошо С вами был Силхерц